Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Юлия Степанова. Я археолог по специальности, историк. Представляю я Тверской государственный университет, исторический факультет и Институт всеобщей истории Российской академии наук. Меня слышно? Хорошо, спасибо. Ну и тема, которую вы видите, не очень хорошо. У нас с вами сегодня слайды будут плохо видны, к сожалению. Но презентация есть у организаторов. Если потребуется, кому-то будет интересно, можно будет потом ее взять. Тема наша — это костюм древнерусского населения, той территории, на которой мы с вами сейчас находимся. Это Верхневолжье. Но Верхневолжье большое. И, соответственно, мы будем говорить о территории примерно от Верхневолжских озер и от Селигера до Калязинского течения Волги. То есть приблизительно в пределах современной Тверской области, административных границ. Когда любезные меня пригласили, организаторы выступить, я подумала, собственно говоря, о чем я буду рассказывать. Наверняка здесь две трети слушателей — это люди, которые что-то читают, может быть, слышали какие-то лекции и, собственно говоря, о чем рассказывают. Дело в том, что Верхневолжье такой район и такая территория, о которой не лишне будет поговорить и несколько раз, или, может быть, где-то в чем-то повторится. Начну с того, что наше представление о древнерусском костюме строится на археологических материалах в основном, потому что письменные и изобразительные источники этого времени довольно фрагментарные, требуют специального комментирования, в общем, сложные для понимания. А вот археология — это массовый материал, она дает массовый материал, она дает массовые источники, она дает возможность работать со статистикой, то есть дает какие-то большие генеральные совокупности, на которых мы можем строить наши выводы. И вот как раз Верхневолжье, в чем его прелесть, в том, что это систематически исследованный регион. В основном это материалы погребальных памятников в силу того, что погребальный обряд XI-XII веков, это ингумация, так называемое, трупоположение, которое сопровождалось различными вещами, в том числе и металлическими украшениями многочисленными, которые в значительной степени случаев консервируют и текстиль, какую-то органику. И в основном с чем археологи работают? Это антропология и какой-то сопровождающий инвентарь в этих погребениях по обряду трупоположения. Иногда немножко дают какую-то информацию и кремации тоже, потому что и у нас тоже есть кремации, когда там есть какие-то вещи. К сожалению, плохо видно. Это карта исследованных погребальных памятников Верхневолжья. Как видите, где-то гуще, где-то не очень. Конечно, это размещение обусловлено не только размещением самих памятников, археологических погребальных памятников, но и степенью изученности, степенью интереса исследователей, который в разное время проявлялся к этим археологическим памятникам, объектам. Не буду останавливаться. В начале презентации у меня такие немножко плезиры. Вот Волга в разных частях ее верхнего течения. Она довольно разнообразная, ландшафтные условия разные. Если обобщать этот материал, то надо сказать, что уже на Верхневолжских озерах стоят бейшлоты, стоят достаточно давно. Соответственно, гидрорежим поменялся очень существенно уже в первой половине XX века. Мы имеем сейчас тот ландшафт, который мы имеем. Это ландшафт, видоизмененный в основном большими стройками. Стройками водохранилищ 30-х годов XX века. Соответственно, памятники некоторые не сохранились, но некоторым повезло. Они были исследованы до того, как здесь были построены водохранилища, и территория ушла под затопление. Давайте мы пролистаем. Я уже сказала, что прелесть нашего края, Верхневолжья, научная в том, что он систематически исследовался. И вот это систематическое исследование началось очень давно. Археология старая наука, и российская археология тоже довольно старая уже. А вот Верхневолжья начинает исследоваться еще в Пушкинскую эпоху. Представляете? То есть очень-очень давно уже получается 100 лет. Извините, 200 лет. Получается 200 лет, начиная с 20-х годов XIX века. И не лишним будет воздать должное археологам, которые занимались изучением древнерусских памятников Верхневолжья, начиная с путешественника, писателя, публициста Зыриана Ходоковского. Это как раз 1820-е годы. Продолжая известным поэтом, декабристом Фёдором Николаевичем Глинкой, который значительную часть жизни прожил в Твери и занимался тоже изучением русских древностей Верхневолжья. Работали здесь и Даниэль Петрович Европеус, Танели Европеус, финляндский ученый, и Юханн Саспелин копал здесь курганы в районе Бежицка, рассчитывая найти связи, так сказать, какие-то межэтнические у этого древнего населения. Конечно, большой вклад в исследование и уже систематизацию обобщения на материалов археологических внёс выдающийся российский археолог Александр Андреевич Спицын, который посвятил несколько специальных работ Верхневолжским памятникам. Конечно, во второй половине XIX века древнерусские памятники Верхневолжья попадают в поле зрения профессиональных уже археологов из двух столиц, потому что расположение таково, очень удобное, и сюда приезжали и санкт-петербургские ученые, и московские археологи копали здесь во второй половине XIX и начале XX века. Конечно, и местное научное сообщество тоже очень большой вклад несло в исследование этих памятников. В частности, вот здесь фотография основателя Тверского музея Августа Казимировича Жизневского. Тверской музей – один из первых провинциальных историко-краеведческих музеев России, основанный в 1866 году. Обобщая в целом, конечно, это уже материалы XX века, послевоенного времени, когда масштабы огромные были у этих полевых работ, велись экспедиции очень крупные и научно-исследовательскими институтами, и местным университетом, тогда еще Калининским, а затем уже Тверским государственным университетом. В целом, обобщая вот этот вклад различных исследователей за 200 лет уже существования, проведения археологических исследований, нужно сказать, что то, что было сделано до революции, в имперский период, прежде всего во второй половине XIX и начале XX века, это действительно были очень масштабные работы, проведенные в некоторых случаях на достаточно высоком уровне, что нам позволяет эти материалы включать в нашу исследовательскую орбиту, вводить научный оборот. И в каких-то случаях это были работы более высокого качества и уровня, чем даже то, что проводилось в первой половине XX века, уже в советский период. Ну и в результате мы имеем колоссальную совершенно источниковую базу. Материалы эти в разных видах сохранились и доступны для исследователей. Это, конечно, и музейные коллекции, то есть вещи, да, живые. Это и многочисленная отчетная документация, архивные документы. Здесь фотографии и картинки из отчетов одной из первых женщин-археологов России, Юлия Густавовна Гендуиня, которая копала. Она была слушательницей археологического института императорского, копала здесь в больших объемах памятники, которые расположены недалеко от того места, где мы сейчас находимся. Сейчас Конаковские и Киморские районы Тверской области. Очень хорошего качества документы. Она даже рисовала такие смешные фигурки схематичные с размещением различных вещей, где что лежит. Она была одной из первых, кто начал фотографировать и раскопы, и находки. Вот другие примеры. Это уже вторая половина XX века. Есть надежда, что наконец-то откроется в каком-то обозримом будущем экспозиция Тверского музея. К сожалению, уже много лет закрыта, и мы увидим значительную, по крайней мере, долю тех материалов курганных, совершенно замечательных, которые есть в фондах Тверского музея. Соответственно, у нас большая выборка. Это сотни погребений, сотни раскопанных курганов и еще больше гребений, потому что иногда в одном кургане по нескольку захоронений присутствуют сотни единиц информации, которые нам позволяют делать различные выборки и микрорегиональные, и типологизировать по наличию тех или иных вещей. И посмотреть, как же примерно выглядели эти люди, что они носили, экстраполируя материал погребальных памятников и погребального костюма на то, что, возможно, они носили при жизни. Это, в общем, отдельная проблема. Я на ней останавливаться не буду. Безусловно, в погребальном обряде это все немножко не так выглядело, скорее всего. Но все-таки мы можем опираться вполне достоверно на материалы погребальных памятников для реконструкции наших прижизненного облика, прижизненного костюма. Идем дальше. Начнем с органики. К сожалению, в наших верхневоложских памятниках очень мало органики. В силу, наверное, каких-то природных обстоятельств. Сухой слой, очень плохо сохраняется текстиль. Единственное условие, которое способствует его сохранению в наших памятниках, это все-таки наличие металла, металлических предметов. И благодаря солям и оксидам различных металлов происходит такая консервация органических остатков. И очень важно, когда это происходит в случае металлических застежек, металлическая застежка с прикипевшей консервантом ткани, это совершенно замечательно, потому что сразу можно… Да, у археологов в голове реконструкция сразу рисуется, что застегивалось конкретно, какой материал был с этой застежкой. Можно предположить, что именно это было. Соответственно, у нас совершенно полностью отсутствуют какие-либо целые изделия текстильные, то есть одежды нет, есть только вот такие маленькие-маленькие-маленькие фрагменты, но все-таки их не так мало. Это десятки тоже, которые нам позволяют говорить о разнообразии текстильных материалов, которые использовались для пошива. Одежды древнерусской. Вообще нет смысла даже останавливаться на этих слайдах, очень плохо видно это. В данном случае фрагменты шерстяной одежды. В некоторых случаях эти фрагменты таковы, их характер выработки текстильные, и их размещение, соотношение с другими элементами погребального обряда нам позволяют делать более или менее обоснованные реконструкции. В частности, вот замечательная наша любимая панёва. Есть Избриджский могильник. Это великий, конечно, памятник, который 30 лет изучала экспедиция Тверского университета. Материал совершенно огромный. И можно такую реконструкцию сделать, говоря о фрагментах панёвной ткани, тем более, что в последние годы были сделаны и новые находки в других памятниках, и в Подмосковье, в подмосковных памятниках. В общем, идентичные по технологии. Это нечто такое клетчатое, до манканина, которое использовалось в изготовлении вот этой женской набедренной одежды, которую мы называем панёвой, в соответствии с этнографическими аналогиями. Конечно, это привозные ткани, и мы знаем хорошо по материалам новгородским, да и не только новгородским, о том, что уже в это время, в домонгольский период, широко использовались импортные ткани на Руси. Прежде всего, конечно, этот шёлк дорогой, который у сельского населения использовался для декора, относительно небольшие куски какие-то, которые употреблялись на изготовлении воротничков, головных уборов, какие-то, наверное, нашивные детали тоже. И такие шёлковые фрагменты есть и на территории Верхней Волжи. В основном это воротнички всё те же самые. Это головные уборы. В данном случае это знаменитый археологический артефакт известный. Это очелье, вышитое золотными нитями, которое происходит из Ивровского курганного могильника, недалеко от старицы. Арочная композиция, в которой помещены фигурки святых. Такая композиция, которая украшала налобную какую-то часть головного убора. Скорее всего, всё-таки это была не налобная погребальная лента, а всё-таки часть какого-то, так сказать, более или менее внятного шитого убора. Есть относительно недавняя находка, маленький фрагмент, но плохо видно его, у которого даже и цветовая гамма реконструируется более или менее надёжно. Это находка из соседнего памятника, это воротничок из зеленоватого цвета, предположительно, с вышивкой шёлковыми нитями. Мы здесь видим ту же самую арочную композицию. И в одну из арок помещена полуфигура условная. Из новых находок – это серия шёлковых воротничков и частей головных уборов, которые были обнаружены в Твери, в некрополе, на месте, который существовал до строительства Спасо-Преображенского собора во второй половине XIII века. К сожалению, пока что можно ссылаться только на одну единственную публикацию. Исследователи этого памятника пока что эти материалы ещё не подверглись специальному изучению специалиста по текстилю. В целом, конечно, все эти вопросы, связанные с текстилем, откуда что брали, как делали – это такой очень сложный вопрос, который нас уводит вообще в социально-экономическую историю больше. У нас есть замечательные источники письменные, несколько более позднего времени, XIII века, которые относятся к нашей территории и к соседнему верхнему подвинью, в частности, к Торопцу. Это так называемые… Первый источник – это берестяная грамота новгородская, номер 718, а второй источник – это грамота, относящаяся к Смоленской земле. Что это такое? А это сведения о сборе дания, о сборах каких-то натуральных, в том числе и текстильной продукции. В частности, вот здесь идёт речь о сборе с Городецка, это древнее название города Бежицка, с которого собирались эти натуральные сборы в пользу Новгорода. И в числе прочего здесь есть два клетища. Валентина Лаврентьевич Янин и Андрей Анатольевич Железняк предполагали, что это речь о ткани, клетища. Первое, что в голову приходит археологу – понёбная наша ткань, клетища. Ну а почему нет? Почему нет? Речь о чём? О том, что это в больших объёмах всё изготавливалось уже тогда. В монгольское и ранее. После монгольское время. Цитата из источника, касающегося Смоленской земли. Старопцы брали. Полавышник, две скатерти, три убросы. Понятно, что речь идёт о том, что называется домашнее бельё. Домашний текстиль в больших объёмах. Всё это производилось не просто в рамках какого-то натурального хозяйства, как мы иногда представляем себе. Этнографические данные и книжку Ушинского знаменитую «Как рубашка в поле выросла». На самом деле всё-таки это какая-то другая социальная организация и социально-экономический способ получения вот этой текстильной продукции, который был достаточно масштабным, по всей видимости, уже тогда. Соответственно, про этнографию мы говорить не будем. Это хорошо всё известно. Много исследований, как производилась шхолчёвая ткань, как производилась шерсть, как собирали. А вот более поздние источники нам как раз немножко говорят о том, как же это делалось. В рамках крупных вотчинных хозяйств всё это производство могло быть поставлено в своеобразный конвейер, когда, например, собирали лён в одном месте, увозили в другое, ткали в третьем, пряли и ткали в третьем, а белили в четвёртом. То есть это довольно сложная уже система. Правда, это конец XV века, но тем не менее. Вот немножечко всё более, так сказать, сложно, чем кажется, исходя из представлений наших о натуральном хозяйстве. Всё-таки это и большие объёмы, которые, наверное, требуют какой-то организации труда специальной. Есть находки предельных и тканских приспособлений. Вообще есть очень ранние находки. В частности, конечно, это новгородские находки, но есть и в Южной Руси, есть и в соседнем Шекснинском регионе находки на сельском поселении, очень какие-то уж совсем ранние рубежа XI-XII веков, которые предположительно являются частями горизонтального ткацкого стана. Что такое горизонтальный стан, все хорошо знают тоже по этнографическим экспозициям. Это нечто, которое позволяло относительно узкий производить полотно. В Твери тоже есть находки текстильных приспособлений ткацких. В числе прочего это совершенно замечательная находка, сделанная на Затематском посаде. Это фрагменты горизонтального ткацкого стана, берда, довольно сложные к какой-то конструкции, и датируются они первой половиной XIV века. То есть понятно, что горизонтальные ткани, выработанные в хозяйстве местном на горизонтальном стане, они довольно рано уже появляются в Восточной Европе, и в частности в нашем регионе тоже. Про пряслица не буду говорить, это массовая находка археологическая, она, кстати говоря, датирующая. По всей видимости, эти текстильные технологии были и разнообразными, потому что есть и другие приспособления, например, известные всем дощечки, тем, кто занимается ручным ткачеством. Есть в Новгороде такие находки. Есть одна находка, удивительная совершенно, на сельском поселении Абрамова-3. Это за Кимрами, буквально рядом со всеми с нами. Она находится в экспозиции Кимрского краеведческого музея. И вообще мы об этом еще с вами скажем, нескольких слов. Те, кто не был, всем рекомендую, прям бегом после лекции в Кимрский музей смотреть материалы, о которых мы с вами говорим. Совершенно замечательная экспозиция там. Ну и, конечно, материал для изготовления одежды – это пушнина. Это у меня всякого сомнения. Пушнина, у нее своя история, конечно. До XIV века, по всей видимости, основным источником являлась большая новгородская земля. Затем смещается добыча этих пушных ресурсов по Волжье, на Русский Север, в Пермскую землю, в Пчорскую землю. А затем уже в новое время, конечно, основная масса пушнины приходила из Сибири вместе со сбором ясака. Ясачный сбор – это сбор пушнины. И вероятность того, что какая-нибудь дворянская жена XVII века в Кашине была одета в меховую одежду, этот мех, скорее всего, на 90% был в сибирске. Совершенно не местный. Конечно, если это заяц, то это заяц, скорее всего, умерщвленный где-то рядом. А вот если это белка, куница, соболь, это уже качественный мех, который из Сибири поступал. В Николай Андреевич Макаров, не буду его большую цитату зачитывать, она потом возьмете, прочитаете его статью и саму цитату. Конечно, вот этот пушной промысел, он являлся одним из важнейших для древнерусского населения, для Новгорода, конечно, прежде всего. И на вот этих путях поступления пушнины, на путях товарообмена возникали крупные поселения. То есть это был такой ресурс естественный, который способствовал развитию инфраструктуры, развитию поселенческой структуры, освоению, собственно, заселению территорий. В том числе и Верхневолжье это тоже касается. Да, значит, есть остатки пушных животных из Твери. Гораздо лучше это изучено по новгородским материалам. Теперь перейдем к металлической части убора. Конечно, прежде всего металлический убор характерен для женских погребений. Это, естественно, это украшения многочисленные, прежде всего, и в меньшей степени застежки. Верхневолжье в XI-XII веках — это медвежий угол. Это стык трех государственных образований Новгородской земли, Ростова-Суздальского, затем Владимира-Суздальского княжества и Смоленского княжества. Значит, соответственно, это перекресток. Это, конечно, и водораздел Волги и Западной Двины. Здесь и Волоки находились, и, собственно, Волжский путь. И краем касался и путь из Варяг-Греки. Значит, это такая вот транзитная зона, пограничная зона, транзитная зона. Поэтому в Верхневолжье чего только нет. Вот всё. Некий универсализм такой. Хотите найти что-то новгородское, можно здесь его найти. Кривическое, смоленское — то же самое. Какие-то черты, которые характерны для Владимирских курганов, они здесь тоже есть. То есть очень-очень разнообразная вообще культура, неоднородная. И прежде всего эта неоднородность проявляется в височных украшениях, очень-очень разнообразных. Мы здесь видим и характерные всё-таки для большей части Верхневолжьи височные, вот эти вот браслетообразные. Не знаю, видно, да, вот кольца простые, да, проволочные, и все прочие, да, и лопастные, и щитковые, и бусины, и лучевые встречаются. В общем, здесь такой полный винегрет. К этому винегрету добавляются ещё и металлические, то, что мы называем, венчики, да, пластинчатые, наборные из пластинок и спиралек. Какие-то ещё дополнительные, вот то, что Антонина Владимировна Успенская называла шпильками, скобками, ну, это, скорее всего, действительно какой-то крепёж, да, вот этих металлических украшений. Вот, но если мы этот винегрет разложим, так сказать, территориально, да, систематизируем, то мы увидим, что здесь есть определённые закономерности. И в целом выделяются три такие зоны. Это зона западная, небольшая, в районе Верхневолжских озёра Селигера. Это большая такая часть Верхневолжья, центральная назовём её, да, и это восточная часть, вот та территория, где мы сейчас с вами находимся непосредственно, да, это восток, который отличается по своему облику. Да, значит, начнём с центральной части и того, что характерно для большей части Верхневолжья. Это всё-таки браслетообразные височные кольца с завязанными концами, да, так как они в археологической литературе называются. Значит, здесь фотографии классического памятника, вот такого рода. Это избрижья, конечно, избрижьский могильник, для которого абсолютно преобладают характерные именно браслетообразные завязанные височные кольца. Причём здесь они в основном, так называемым, одним завязанным концом, то есть одна часть, да, один конец обмотан вокруг второго, да, такая вот слегка небрежность такая в изготовлениях этих украшений. То есть это такая вот переработка, как исследователи уже и в начале XX века думали, в частности, Спицын, что это переработка смоленских древностей, да, местная переработка, это вот действительно вот такое местное, локальное население. Поэтому, если вы хотите сделать себе костюм верхневолжской женщины, берите избрижья, это вот лучше ничего не найти, да, по крайней мере пока. Да, значит, соответственно, эти материалы нам дают различные, значит, поводы для реконструкции того, как это носилось. Проблема браслетообразных колец в чём? Потому что они слишком простые. Вот если взять какие-то лопастные, там, лучевые, спиральные, да, вот девушка сидит передо мной с замечательным убором, с ними более понятно, да, они, так сказать, какие-то морфологические, более выраженные, а это вот слишком просто. Значит, вопрос, как носили, да, всё время хочется задать, тем более, что они иногда просто колоссальные, там, 10-11 сантиметров в диаметре, да, очень большие. Вот, но, конечно, девушки могли и волосы вплетать, да, а женщины могли носить, так как мы носим в основном, да, сейчас реконструируем это, какие-то, значит, головные уборы, да, и там, типа рясненных таких подвесок, да, на висках. Всё это, в общем, правильно, скорее всего. Ну, вот, как говорится, если совсем плохо представляешь, подсмотри, где, может быть, похожие типологические, даже, может быть, очень далеко. Ну, не очень хорошо видно. Это вот берберки в основном. Северная Африка. Фотография начала первой половины 20 века. Замечательный совершенно есть. Цикл фотографии Жанна Безонсено. Жанна Безонсено, можно погуглить, посмотреть, они все есть в открытом доступе. По-разному. У кого-то в косичку, да, вот эти вот височные кольца тоже большого диаметра, где-то на металлических каких-то дополнительных маленьких колечках. То есть огромное разнообразие, да, способов крепления этих вот крупных височных украшений. А у кого-то вот крайне здесь, по-моему, не в ухе. То есть вот дальше чисто практический такой вопрос возникает часто у реконструкторов. Как носить все падает, да? То есть сползает, если это просто венчик. Ну, надо думать, что в погребениях-то им это не надо было носить, да? Это некий статичный, значит, тоже объект, не требующий дополнительного крепежа. Вот. Значит, если прижизненный, да, убор реконструироваться, то, конечно, должна была быть какая-то все-таки основа еще, да? Повойник какой-то, что-то типа, да? Я пользуюсь этнографической терминологией. Что-то типа шапочки, наверное, да? Или какого-то платка, у которого вот эта жесткая, да? Передняя часть налобная. И, соответственно, какие-то вот тогда уже прижизненные и практические, да, практикоориентированные реконструкции возможны. Сейчас будете смеяться. Значит, я посмотрела буквально недавно показ, значит, Жан-Поль Готье, коллекция «Зима 2023-2024». Здесь плохо видно, но когда, значит, первое впечатление, господи, читали книжки, что ли, наши, потому что, значит, висят эти какие-то у них вот, значит, височные какие-то вот эти висюльки и колечки там. Вот средняя фотография. Совершенно потрясающе, кстати говоря, очень красивое такое дефиле. Вот, но у них, потом я присмотрелась, у них металлическая крепежка какой-то вот здесь вот сделан, чтобы это все не падало тоже, да? То есть это та же самая проблема. Значит, вот диадемообразный такой придуман, да? Ну, это так, так сказать, к развитию вообще реконструкторской мысли. Если мы посмотрим на восток, и вот Кимрский район, да, соседний, Кашинский, то здесь другая картина совершенно, здесь вообще практически нет браслетообразных колец. Здесь убор женский декорирован маленькими перснеобразными колечками в большом количестве, как правило, причем разнообразие, по всей видимости, было большое, они могли их и носить и, так сказать, вдоль лба, и в вертикальном таком положении, то есть вариативность такая присутствует, да, но именно вот этот тип височных украшений, значит, наиболее интересный памятник такого типа это Плешковский могильник, Плешкова-1, вот, датирующийся в XI-1, половине XII века, там все это замечательно было исследовано, и материалы Плешкова, кстати говоря, не все, конечно, но часть довольно большая, экспонируется все в том же Кимрском краеведческом музее. Так что приходите. Посмотрите, тем более, что там, кроме височных колец, еще много чего есть. И, наконец, западная часть, вот эта западная зона, Селигер, Верхневоложские озера, где тоже есть браслетообразные кольца, но здесь они комбинируются с этими самыми пластинчато-спиральными венчиками. Венчики эти очень похожи на те головные уборы, которые бытовали у балдского населения, характерные для балдских племен. И, соответственно, можно предполагать, что это остатки какие-то местного, может быть, более раннего населения, либо переселенцы откуда-то из Южной Балтики, которые здесь потребили в своем уборе еще и местные браслетообразные височные кольца. Наиболее показательный памятник – это, конечно же, Березовецкий могильник, опубликованный уже давно, Успенской. Конечно, следующая часть женского убора, женского косюма – это нагрудная зона, это ожерелье, это шейные гривны. Ожерелья, конечно, очень разнообразные, есть очень большие, есть очень маленькие. Возможно, что это не просто висело на ниточке, на шейке, а могло нашиваться на какую-то жесткую основу. Но, увы, у нас нет, к сожалению, каких-то позитивных данных о том, чтобы достоверно говорить об этом. В свое время Феррех Волна Арсланова, автор раскопок из Ближи пыталась ин-ситу, то есть в момент открытия в раскопе зафиксировать положение бус. Что-то, по всей видимости, действительно было похожее. Ну и, наверное, надо думать, что такое ожерелье из очень крупных, кстати говоря, золотостеклянных бус могло действительно шиваться на какую-то жесткую основу. Вообще в этнографии много таких аналогий. Они напрашиваются напрямую, что это не просто свободно висящее что-то, а это именно специально изготовленное изделие. Идем дальше. Да, ну, это вот не видно ничего. Это фотография бус из могильника Усти, который совсем рядом находился с нами. Устина-Сази, собственно говоря, место, где затопленная уже, конечно, территория сейчас, но исследованы Юлией Густавовной Гендуни в начале XX века. Да, значит, комбинации их очень много, попытки посмотреть, как они сочетаются с металлическими изделиями. Конечно, в этот металлический убор добавляются еще и привески металлические, различных форм. И верхний волжин в этом отношении тоже весьма-весьма мозаично, разнообразно. Здесь есть и круглые подвески, и подвески сделаны из монеток, восточных и западных, общераспространенная, общедревнерусская такая вещь. Но есть и шумящие украшения, которые концентрируются, опять-таки, на Востоке, в Верхней Волжье, и входят в этот убор с перстнеобразными кольцами, что позволило исследователям считать население Кимрского и Кашинского районов, население медведицы притока Волги крупного, относящимся к финогорскому какому-то племени, финогорскому населению. Константин Иванович Комаров предположил, что это было население выведенное, переселенное из земли Мерия, сокраенное ее с Муромой, потому что попадаются муромские вещи. Это вот такой был небольшой анклав, где местные традиции сохранялись, отличные от основного славянского, кривического населения Верхней Волжья. Пролистаем слайды, которые плохо у нас видны. Раковинки Каури здесь. Соответственно, то, как лежат эти металлические детали, застежки и при подвеске, соответственно, дают нам основание для реконструкции уже и того, чего нет. То есть вот одежды, какая она была. Конечно, тогда, когда есть какая-то обшивка металлическая или парные подвески плечевые, разумеется, есть основание думать, что была какая-то лямошная одежда, потому что просто на рубаху вроде как не просится. Это как-то с практической точки зрения не слишком оправданно. Конечно, напрашивается лямошная одежда. А если на поясе что-то висит, это понятно. Пояс, конечно, использовался. Конечно, одежда подпоясанная носили женщины. И много еще на поясе носили. Различные предметы бытовые. Это как раз устья тоже соседние. Если мы так раскидаем какие-то закономерности статистические по нашей карте верхней лужи, то увидим, что лямошная одежда вроде бы прослеживается на западе и востоке, а в серединке ничего нет. Оно лишенное металлических деталей в основном. И какие выводы у нас напрашиваются? На западе и востоке что-то какое-то субстратное население, которое имело какие-то свои традиции. С востоком более понятно. Это действительно какие-то племена, видимо, не славянские, не относившиеся к основному массиву древнерусского населения, у которых были местные традиции, уходящие куда-то глубоко в историю дославянскую. Соответственно, находки шумящих украшений мирянского типа, мирянского и муромского. Вот, пожалуйста, совсем рядом с нами. Мы с вами рядом с Кимрами находимся. Один-два точки. И, соответственно, Медведица тоже туда уходят эти находки. Ну и разнообразие их. Кимрский краеведческий музей вас приветствует. Я его сегодня рекламирую все время. Потому что там есть эти находки. Можно посмотреть. Да, вот, собственно, и фотографии самой экспозиции, да, вживую. Прорисовки и живые вещи. Есть такие находки не только в погребальных памятниках, но и на поселениях. На поселении Пикунова, которое в непосредственной близости от нас находится. Поселение Абрамова. Фрагмент застёжки, характерный для территории Муромы. То есть всё вроде бы укладывается в то, что это не просто был погребальный костюм, а это действительно часть вот такой культуры, часть прижизненного костюма, безусловно. Значит, соответственно, там, где есть много, да, подвесок, и, прежде всего, это Плешковский могильник, да, Пикуновский могильник первый, конечно, напрашиваются реконструкции более такие детальные, да. Интересно ещё и то, что в Плешковском могильнике есть застёжки фибулы подклообразные, круглые, да, застёжки, которые в основном всё-таки в Верхневолже встречаются в мужских погребениях. А здесь они у женщин. Стандартное расположение в центре грудной клетки, значит, соответственно, напрашивается застёгивание чего-то, да, ну, самый простой ответ – это какая-то накидка, да, что-то наплечная одежда какая-то, может быть, распашная была, какая-то вот там, типа кофты, да, ну, более логично, конечно, предположить, что это накидка была такого рода. Вот, и в результате мы с вами видим, что мы видим с вами локальные варианты древнерусского костюма населения Верхневолжья, которые, как видите, довольно разнообразные, да, это и понёвная есть одежда, и вроде бы лямочная одежда, что тоже присутствует, да, в сочетании с какими-то более-менее устойчивыми формами головных уборов, да, с венчиком, с браслетообразными кольцами и с перстнеобразными кольцами. Я, конечно, так немножко упрощаю, да, всё, весь этот материал, вот. Ну, вообще говоря, параллельное, да, существование лямочной и набедренной одежды, оно, в общем, и в позднем средневековье просвеживается, и в раннее новое время, в 16-17 веках. Это совершенно достоверно, можно об этом говорить. Буквально недавно я работала с письменными источниками, различные описания, в том числе и крестьянской одежды, и вот в одном из судных дел по поводу ограбления, значит, крестьянского имущества оказались сарафаны и понёвы, так сказать, в одной, да, в одном комплексе. Ну, это не только для Верхневолжья характерно, но и в целом для России уже раннего нового времени. Ну, здесь плохо видно, да, уже живые реконструкции, значит, того, что реконструкторы в своё время, много лет назад уже достаточно делали по избрежью и Плешковскому могильнику, с моей точки зрения, довольно удачные вот эти вот реконструкции. Вот, но если говорить о мужских погребениях, то они, конечно, в Верхневолжье очень скупые, очень мало металла, мало оружия в силу, так сказать, какой-то периферийности, да, этой территории, хотя, конечно, оно есть. Вот, и в основном это застёжки, украшений очень мало, очень редко они встречаются. Застёжки какие? Застёжки на плечной одежде, всё те же фибулы, да, и поясная гарнитура. Соответственно, да, у нас с вами здесь есть. Да, значит, тогда, когда металл консервирует ткань, можно более или менее какие-то достоверные реконструкции делать, например, вот накидка какая-то, да, на плечной одежды из более или менее толстой ткани, по всей видимости, синего оттетка, застёгнутая фибулой, да, на плече. Вот, но встречается не только и застёжка на плече, но и под рукой, значит, фибула, которая лежит где-то на уровне, значит, пояса, да, сбоку. Ну, другая, другая, да, другой формат, значит, когда одна рука закрыта, а вторая свободная. Такие реконструкции есть и по материалу новгородской земли. Ну и поясная гарнитура. В основном она очень скупая. Это пряжечки металлические, пряжки, как вы знаете, мужские, очень маленькие, всего-то рамочка, там, 2 сантиметра, да, тоненький поясочек, соответственно, получается. И выделяются, ну, условно назовём их богатые погребения, да, мужские, в которых пояса снабжались, кроме пряжечек, всё-таки чем-то ещё, да, каким-то, значит, вот дополнительными, да, украшениями, да, бляшки поясные. И важно, что такие вот так называемые богатые, да, статусные погребения есть у больших могильников, да, ключевых. Из-заецкие, из Брижья, да, самый крупный, Тикуновский могильник, вот, рядом с нами. Да, то есть, по всей видимости, какая-то местная, значит, ну, хоть не хочется слово элита использовать, да, но, значит, люди с более высоким каким-то, значит, статусом в рамках местного сообщества, да, наверное, можно это так сформулировать. Вот, пряжки очень интересные есть, вот здесь я вынесла на отдельный слайд, пряжки-маски так называемые, ну, есть статья по этому поводу. Здесь бессмысленно обсуждать, потому что не видно на слайде ничего. Значит, скажу только, что вот декор этот литой, он, значит, выглядит как два глазка и, ну, нечто такое вот формирующее, значит, лицо такое бородатое, да, вот, это такая небольшая серия пряжек, которые встречаются, находки которых есть на нашей территории и на территории Белоруссии. Значит, видимо, вот какой-то, возможно, производство какой-то одной даже мастерской, да, которое вот широко просто разошлось, да, в единичных экземплярах. Вот, ну, вот пример еще один, да, поясного набора, это могильник Дуденева недалеко от Твери. Раскопки, вернее, не раскопки, даже, а скорее сборы агента Тверского музея Егора Арсеньевича Башкова начала, конца 19 века, извините. Ну и, соответственно, вот такие схемы и конструкции, да, мужского костюма мы имеем. Да, есть, кстати говоря, пуговицы, встречаются, да, верхняя часть, значит, какая-то вот рубашечка верхняя, да, которая на пуговице застегивалась по вороту, по горловине. Конечно, все эти реконструкции, которые, да, мы с вами посмотрели в презентации, вообще существуют, они, конечно, выхолощенные немножко. Почему? Потому что им не хватает вот вот этой практикоориентированности, да, ну, почему? По простым причинам у нас мало данных, да, значит, поэтому мы делаем схему, а уже на основе этих схем реконструкторы пытаются делать живые реконструкции, и, в общем, это очень правильная такая работа, потому что иногда эти выхолощенные схемы все-таки удается, да, проверять, и их нужно проверять на практике, безусловно. Поэтому очень полезное дело делают, в общем, реконструкторы, с моей точки зрения. Да, ну и в конце, в конце, хотелось бы сказать немножко еще о детском костюме. В детьми совсем все плохо, детских погребений, конечно, много, значительную долю наверняка мы просто не видим, потому что не сохраняется антропология, да, но все-таки есть какие-то серии, в частности, вот из Брижья, где есть несколько, да, более или менее представительная группа, несколько десятков детей, ну, вот, разновозрастных, и, соответственно, можно говорить и о костюме, значит, людей вообще разного возраста. Общая схема детского костюма, девичьего, да, это, конечно, простота и в основном лишенность каких-либо вообще элементов костюма, иногда бусики какие-то, вот ниточка лежит, иногда может быть маленькая подвесочка, которая, если шумящая, да, сразу кажется, что, ну, и как игрушка, да, вот лежит. Вот, и у девочек почти тотально нет височных колец, то есть все-таки височные кольца, это, так, надо думать, да, это вроде убор уже, вот, по крайней мере, девушки на выданье, да, и там, соответственно, дальше уже по возрасту и по социально-возрастному статусу. Редко все-таки они есть, то есть, возможно, девочку похоронили, ну, как невесту, да, как в таком немножко вот уборе соответствующим парадному прижизненному. И единичные буквально есть, насыщенные украшениями, вот, возможно, это дети какой-то, вот опять же, местные, да, элиты так называемой. Да, ну вот Пикуновский макильник, девочка-подросток тоже, да, с персонеобразными колечками, вот. Женщины, молодухи, да, девицы и молодайки, значит, это самый богатый убор, всегда с височными украшениями, всегда с нагрудными украшениями, наручными, вот, самый такой презентационный, парадный, ну, и, предположительно, да, это все праздничный свадебный убор, да, и хоронили прижизненным, да, к тому уборе, который соответствовал прижизненному праздничному или свадебному, и свадебному. В общем-то это понятно и по огромному количеству погребений других территорий Руси, вот. Ну, а пожилые женщины в основном все-таки лишены каких-либо, опять-таки, металлических украшений, но у них есть височные кольца всегда, всегда все равно височные кольца, это маркер такой вот, да, местного костюма и принадлежности к местному сообществу, по крайней мере. Есть единичные бабушки вот такие, прям богатые-богатые, в частности, вот, ожерелье, которое я вам показывала, да, вот это, предположительно, собранное специально, это вот бабушки на ожерелье. Ну, и мальчики то же самое, маленькие совсем, там, их не отличить, так сказать, от девочек, да, совсем маленьких детей. Ну, а подростки уже приблизительно с 12 лет, это уже взрослые, так сказать, люди, да, и они снабжаются поясом, у них всегда есть металлический набор какой-то, да, иногда и орудия труда встречаются, да, значит, мужчина активного возраста уже с 12 лет примерно. Ну, и вот, собственно говоря, на этом, наверное, мы можем с вами закончить.